Солнечная Армения Независимость для меня, во-первых, это ответственность. Ответственность за будущее. И ответственность за это несет каждый из нас лично, своим действием либо бездействием. И вот этот проект, он родился именно исходя из этого, за ответственность перед будущим. И когда мы говорим о независимости, то тогда то будущее и ту Армению, которую желаем мы видеть, мы сегодняшнего дня должны делать шаги для реализации вот этого видения. Главным делом в своей жизни Давид Саркян считает создание школы 21 века. Говорит, она будет совсем не похожа на обычную общеобразовательную и станет еще одним брендом страны. Выпускник Ереванской физико-математической школы, экономист по образованию, теперь Давид исполнительный директор образовательного фонда Айп, осуществляющего этот масштабный проект. А учредители фонда – это люди, которые залогом своего успеха считают именно образование, будь то священники, учителя или программисты. Основная цель, основная миссия, которой задались учредители при создании фонда – это создание нового поколения, это развитие нового поколения. Потому что мы считаем, что будущее Армении, оно зависит от того поколения, которое обучается сейчас. И как оно сейчас обучается, и какое образование получает, и какое воспитание получает, от этого зависит наше общее будущее. Сам проект 12-летней школы, в которой будут обучаться более 800 детей, пока еще в макетах и чертежах. Но главное, что есть четкая концепция и своя модель обучения. Современные лаборатории, спортивные площадки, центр медиа-искусств со своими студиями, церковь, общежития для детей из регионов и диаспоры – это лишь малый перечень того, что построят в учебном городке. А преподавать здесь будут не только по учебникам, но и по научным статьям, чтобы ученик шел в ногу со временем. Да и многих предметов, которые появятся в расписании, не найти в других школах. К примеру, здесь будут обучать древнеармянскому языку – гарапар – истории искусства и архитектуры, основам бизнеса и навыкам лидерства. Лучшую литературу, используемую в передовых учебных программах по всему миру, благодаря фонду Айб, сейчас активно переводят на армянский. Уже через год здесь, на территории в 6,5 гектаров, появятся учебные корпуса, и школа будущего примет своих первых учеников. Каждый врач, вообще каждый человек, армия, который в какой-нибудь степени специалист в своей сфере, он должен помочь своим действиям, своей работой, развитию. То есть развитию науки, медицины, то есть своей сфере, помочь, чтобы развилась твоя медицина, твоя наука, твоя область. Автор многих научных статей и публикаций в области медицины, челюстно-лицевой хирург Левон Галстян, свою первую самостоятельную операцию сделал в 23 года. Сегодня ему 30, а он уже выполняет сложнейшие пластические операции. Преподаватель кафедры военно-полевой хирургии Ереванского государственного медицинского университета доктор Галстян свою клиническую деятельность осуществляет в Центральном военном госпитале Министерства обороны страны. В моей области, там, где я работаю, мы имеем очень большое дело с огнестельными ранениями. То есть они на сегодняшний день составляют огнестельные ранения именно лица. Они могут быть независимы от гражданского происхождения или военного конфликта. Но они составляют самые тяжелые повреждения, то есть самые тяжелые патологии лица, которые очень трудно восстановить и вернуть человеку обратно. Вот его первоначальный вид, которым он был создан. Для этого не жалеет ни сил, ни времени. Благо, жизнь в современных условиях позволяет осуществлять постоянный обмен опытом зарубежными коллегами. При необходимости о последних достижениях области можно узнать и по интернету. Ливон говорит, стать врачом мечтал еще в детстве, ведь перед глазами был достойный пример в лице мамы – хирурга. Тогда, в трудные для страны годы становления, развитие медицины в Армении в техническом плане практически остановилось. А врачи каждый день совершали большие и маленькие чудеса в тяжелых блокадных условиях, без света и необходимого оборудования, спасая жизни людей. Для меня независимость – это не означает вседозволенность. Это вот именно очень правильное состояние выбора, своего выбора, который ты можешь сделать, причем прислушиваться многим и потом все равно сделать свой выбор. Самое важное для того, чтобы молодой человек, который живет в стране, осознавал, что страна тоже молодая в сфере независимости, а не в сфере своей истории, потому что мы очень древняя страна. И не самое важное то, что страна делает для тебя, а самое важное то, что ты делаешь для своей страны, чтобы твоя страна стала сильнее, чтобы твоя страна стала лучше. Цолак старше современного армянского государства всего на 7 лет. Его театру под названием «Мигар» тоже 7. Молодой режиссер не боится новизны и готов на эксперименты. Это его театр первым поставил в Армении экшн-пейнтинг, в котором сочетаются пластика и изобразительный ряд. Художественный образ создается с помощью движений, холста и красок. Миссия театра пластики и танца в том, чтобы раскрыть глубину каждого движения, синтезируя живописи, танец, психологию и философию, не забывая при этом о драматическом искусстве. Все это есть в новом спектакле «Сны в снах», где сон – это кошмар для тех, кто ушел от наказания в реальной жизни, и спасение для тех, чья реальная жизнь превратилась в кошмар. Есть такой маленький парень, который болен раком. Мы как бы сделали проект, продали все билеты, и все денежные средства пойдут на то, чтобы один маленький ребенок имел свои сны. Так что спектакль «Сны» мы как бы подключаем к тому, чтобы еще один человек имел свои сны и свои мечты, и чтобы выздоровел. Театр «Михор» – участник многих престижных фестивалей, обладатель призов за новаторство и лучшую хореографию. На его счету десятки спектаклей. Только в этом году у театра было пять премьер. Одну из новых постановок совсем скоро покажут в Москве, на международном фестивале моноспектаклей. Актеры уверены, что им доведется сыграть далеко не последнюю роль и вновь удивить театральный мир.